Всем привет! Мы сегодня в магазине Floreville. Это Москва, Ступинский проезд, дом 1, строение 6. И встречают нас такие композиции из Сога и Югидан по 31,600, вот эти вот высокие. Чуть ниже они по 16,000, чем-то тысяч. Ну, как вы видели, уже бутоны сохнут. Из нового я не увидела практически ничего, но буквально, может быть, 2-3 горшочка новые были, но незначительно. Ванды от 6,400 до 7,200. Цены вот ванды подвесные, они, что-то из этого новое, что-то из этого уже висело. Вот это новенькое, прям вот это вот. Такой окраски не было. Цимбидиумы в районе 4,000. Вот красавица сейчас будет такая длинная, вот какая, двухцветная, с крапом, белая с салатовым. Цветок очень крупный. И давайте по троллям пройдемся. У нас порядка 12 тележек, новых практически нет. Ну, прям вот будет совсем чуть-чуть. Это у нас все категория микс. И цены, если это один цветонос, 1200, два цветоноса, 1600. Вот такая вот бланка. Цветы уже увядшие. Орхидей много, конечно, много, да. Но здесь даже на подарок выбрать мало, что можно. Вот Карина, еще такое хорошее прям состояние. Идет как один цветонос и будет стоить 1400. Ну, вот в этой категории цен. Но так-то вот выбрать мало, что можно. Даже вот на подарок. Себе как бы, ну, может быть, что-то приглянется. Но на подарок мало, что да. Это мы говорим теперь о том, что у нас на носу 8 марта. Мы пока смотрим цветочки. Это все будет миксы. Все будет миксы. Цены, я вам сказала. Пока смотрим. Я хочу рассказать вам очень хорошую такую новость. На следующей неделе открывается магазин Орхидей. Будет он находиться на Фрунденской. Немножко про историю этого магазина. С этой зимы у нас появился новый продавец. Частник она, Ирина. И она возила нам Орхидеи. Буквально, ну, несколько поставок было. Это Джилин. Посмотрите, какая батарея цветов. Очень люблю эту Орхидею. Но в магазине. Потому что Манхэттен, ну, конечно, сочнее, круче. Ходки есть. Это все будут миксы. Так вот, начинаем. Продолжу разговор. Это все мы с вами видели. Поэтому я просто вам расскажу. Ирина возила нам несколько поставок Орхидей. Вот еще раз отвлекусь. Это Бенедорм. Бенедорм очень похожа на Польку Дотс, но не она. Грубее немножко выглядит. Грубее. Полечка немножко такая изящнее. И Танго еще не изящнее. Но вот Бенедорм грубая такая вот выглядит. Скажем так, брутальнее. Вот эти Беглипы уже пойдут у нас по цене 2200-2400. Так вот, давайте дальше. Она привозила нам Орхидеи. Все. На следующей неделе она открывает свой магазин. И все поставки будут в этот магазин уже осуществляться. Плюс ко всему там открытая продажа. И я сделаю там обзорчик. На открытии магазина я приеду и сделаю обзорчик. Как это все выглядит. Все. Она сказала, что это не будет стеллажная система. Это будет все интерьерное. Все такое вот, как дома, в общем. Что все Орхидеи будут как бы не так вот скомканно все это стоять. Все это будет красиво. У нее своя собственная коллекция Орхидеи. Много очень дома. Живет у нас сама Возенцова. Значит, она уже всего... Поставка уже приехала. Анонс поставки она сделает нам завтра в Телеграм-канале. А вообще, эта вся поставка уже будет в магазине. И мы сможем приехать там приобрести. Что выбрать, что понравится, что не понравится. Вот. Заказала на несколько... Леонтины, кстати, вот эти вот полторы тысячи. Заказала на как миксы, так сортовые. И так вот некоторым очень любимые бабочки, пилоры и так далее. Эксклюзивы. В общем, по не всегда доступной цене. Про это хотела рассказать. Вот в прошлый раз я забыла именно это. Помимо вот этого вот магазина своего, где-то месяц назад она открыла свой сайт. И там у нее пока только Азия. Азию она тоже будет возить. И цветущие. Где-то у нее в половине цветущие. И половины нет цветущие. Цветущие прям очень даже ничего. И как и обещают, что эти цветущие будут прям вот-вот-вот только-только распускаются. Ну, посмотрим, посмотрим. Парактика нам покажет, опыт нам покажет. Так вот, все, что мы сами видим, это все старенькое. Многое прям уже, вот как мы видим, сухие корни, сухие бутоны, сухие цветы. Ну, вот это вот нам возить два месяца, чтобы мы вот это видели на 8 марта. Ну, это прям свинство, я хочу сказать. Потому что это вот, конечно, доживет до 8 марта, да. Но это три месяца, как вот свежий цветок, он не простоит. Не порадует. Вот эти бегли, приходили на прошлой неделе. Вот эти вот. Такая немножко смешная у нее губа. Здесь все вперемешку. Миксы, не миксы. В общем, так. За что глазу цепится, то схватила. Поэтому обзорчик сегодня чуть поменьше, чем обычно. Леодора приходили на прошлой неделе, до сих пор стоят. Как-то не особо, я так понимаю, трепета какого-то не вызывают. Это цена на Камбрию. 2 600. Так, по поводу магазина я вам рассказала. Примерно такой же магазин у нас с вами был и, может быть, и есть. Но в ДНХ, который-то это вот, где фиалки. Но кто-то писал, что он закрылся, что там только фиалки, а орхидеи там больше нет. То есть там у нас была и Азия, и Голландия. Но Голландию сама хозяйка не возила. Дикий белый, вот, 2000 рублей. Голландию сама она не возила. Насколько я понимаю, она приобреталась на местных базах. Ну, такая, скажем так, перекупная система. Вот. Насколько я поняла, что он закрылся. Не знаю, была там давно, может быть, прошлой весной. Как там сейчас обстановка, не могу вам сказать. Это у нас куча-куча парфюмерок. Цена 2 200-2 500, как и была на прошлой неделе. Вот, вот это новенькие, в девятом горшочке, по цене 2000. Здесь прям вообще сборная солянка. Вот это у них такие новые ценнички. Какие-то вот такие вот. Тут чего только нет, да. Здесь у нас и Роттердам. Там я видела Бургундию. Ну, в общем, за девятый... Санта-Рос. За девятый горшочек прям очень высокая цена. С праздниками я не могу тут сравнить, поскольку... Ну, где-то цены как были, так и остались. Как говорят, что из-за дорогой логистики, ну, не знаю. Не знаю. Посмотрим. Дорогая логистика, недорогая. Она у них уже два месяца дорогая. Так, это у нас все те прошлые все еще Green Balance стоят. Салинус. Вот эти Беглипы. Как они? Спарклинки, если, да. Попугайчики. Перед пик. Эти цены от 2000 рублей. И... Баттеркап там был. Пандора также 2000 рублей, как сортовая. Фронтера тоже как сортовая идет. У нее вообще цена 2600. Да. Ну... Очень жаль, что непосредственно цветочные магазины в данное время вообще не являются топом. Сейчас мы ходим в Ашаны, в Леруа Мерлен, в Обе, в местные цветочные магазины. Вот я помню, на юго-западный этот лакшери Планс, какой был дорогущий магазин. Но по сравнению, что сейчас, какие цены во Флор и Виль, там прям обычные цены уже. Ну, мы немножко уже двигаемся уже к завершению. Открытие, конечно, того магазина прям очень-очень жду. Очень интересно так. Но на Фрундинскую мало кто сможет приезжать. Это по центру Москвы. Тут у меня немножко пауза. У меня браслет расстегнулся. И я смотрела, ничего не выпало из него. Душно там, конечно. Очень влажно. Там процентов, наверное, 70. При том, что фабрика, мы с вами видели, да, там все листья подникшие. Виламен схлопнулся уже у многих. То есть они очень хотят пить. Вот эта духота и то, что они в пакетах стоят уже сколько? Месяц, кто-то больше. Это, конечно, хорошо не влияет на здоровье растения. Это у нас клубничный чизкейк. Да. Но все равно многое купят. Потому что 8 марта, когда мужики придут в магазин, у Мадора, кстати, она не так дорогая. Где-то в районе полутора тысяч была. Судя по прайсу. Мужики придут в цветочный. Там этими цветами, этими тюльпанами, как будто друг друга били. Вот. И придут сюда, в горшочный. В зал горшочных растений. Бронзовый бут, да уже листьев практически уже тургора нет. И это уже пошли у нас новые миксы. Golden Sand. Это, я так понимаю, из той палетки, где вот девятые горшочки, это две тысячи. Там они были. Посмотрите, какие роскошные. Косты осеннего ветра. В районе двух тысяч рублей. Ну, вообще. Просто роскошные. Крупные цветы. Не так часто встречаются. Очень красивые. Чуть-чуть крашеных, да. И вот мы с вами в отделе уценки. Тут орхидеи по 500 рублей. Ну, как мы помним, после Нового года при входе нас встречали прям огромнейшие тролли, набитые уценкой. Сначала это также было за 500 рублей. Потом за 300, потом вообще за 100. Вот это вот 500 рублей. Конечно, тут есть на что еще даже посмотреть. Смотрите, какая Вероника прям с корнями сейчас будет. Вот это, похоже, экзотик пунш. И даже корни еще можно отпоить. И листья в хорошем тургале. Видимо, прям совсем старенькая здесь. А это Вероника вот даже с корнями. А Вероника ли это, да? Она вроде. Но тут что-то с розеткой. Надо, в общем, разбираться. Подробнее смотреть. Но так-то в основном-то только розовенькие, да? Вот это вот несчастные вот эти вот замученные беглипы. Сначала они приходили роскошные, высокие, тенноподобие осеннего ветра. А теперь пришли такие даже не мультифлоры, не даже ничто. С размером цветка 5 сантиметров. Не знаю, что с ними такое сделали, что они такие. И внизу. У нас тут еще есть. Они где-то по тысяче. Вот эти вот сога-югидан. С хорошей корневой. Но цветают уже. Сейчас мы так подлезем. Как всегда, все хотят пить. Здесь, в этом магазине воды жалко. Ее уже воды нет в Москве. Сипить хотят. На этом прощаемся с вами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok